Привет, ребята! Сегодня проверим, что будет, если залить или засыпать в розетку разные штуковины. А на случай, когда что-то не получится запхать внутрь, будем использовать вот такую приспособу с крокодилами и вилкой. Будет жарко, без напряжения никто не останется. И да, ребята, никогда не играйте с напряжением, ведь это очень опасно. Да и зачем, если мы сейчас всё покажем и расскажем? На всякий случай, у нас имеются средства пожаротушения. Раз, два, три, а ещё диэлектрические перчатки и защитные очки. Ребята, зацените канал Залипалова. Тут вы найдёте безумно крутые и зрелищные эксперименты. Видно, как автор старается, так что советую заценить самому и поддержать его подпиской. Ссылочка будет в описании под видео. Первым ужас электрических глубин испытает обычный карандаш. Выбрали мы его не просто так. Как вы знаете, стержень карандаша, или, правильнее сказать, грифель, сделан из материала, который содержит много графита. Понимаете, к чему клоню? Да, он, в свою очередь, просто офигенно проводит электрический ток, в чём мы попытаемся сейчас убедиться. Для лучшей проводимости заточим нашего мученика с обеих сторон, хоть где-то школьные навыки пригодились. Теперь в тесочке, который мы все встречали на уроках труда, помещаем карандаш и крепко сжимаем. А к нему лепим крокодилы. Включаем и... Да, вот это я понимаю, везение. В самый ответственный момент крокодилы просто-напросто соскочили. Эх, теперь опять дотачивать, но уже канцелярским ножом вместо стругалки. Попытка номер два. У-у-у, вот это фейерверк. Напряжение по ходу было слишком высоким, и после взрыва карандаш раскололся пополам. Про грифель вообще молчу, он вовсе сгорел. Посмотрите на эти внутренности, ему явно было больно. Жаль, только слоу-мо не успели снять. Хотя ради таких кадров, мотнёмся за ещё одним карандашиком и провернём эксперимент второй раз. Наточили его как следует, и бегом в тисочки, а там и крокодилы подключаются. Вот это сочно! Этот экземпляр вонул ещё круче! И как положено в таких экспериментах, давайте посмотрим на замедленную съёмку. Голливуд, что скажешь? Идём дальше. Когда ещё бывает такая крутая возможность засунуть снег в розетку, как не зимой? Может я был таким ненормальным ребёнком, но почему-то в детстве всегда хотел это проверить. Что же всё-таки случится? Вот и возможность подвернулась. Момент истины всего детства. И ничего не происходит. Дед Мороз, чё за подстава? В самом деле, у тебя снег не работает. Ладно, попытаемся подключить крокодилы. Может всё-таки какая-то реакция да будет? Для этого забацаем снеговичка. А пока мы перенеслись в детство, жмяктики на колокольчик, чтобы не пропускать новые эксперименты. А перед колокольчиком, естественно, нужно подписаться, чтобы не расстраивать нашего снежного друга. Тем временем, подключаем крокодилы. Эх, не получилось новогодних огоньков. Вместо этого, лишь короткое замыкание, когда крокодилы случайно коснулись друг друга. Если вы в шоке, как так вышло? Снег это замёрзшая вода, которая должна проводить ток? Всё очень просто, ребята. Во-первых, снег это замороженная дистиллированная вода. То есть солей в её составе нет. А ток в жидкости протекает именно благодаря наличию солей. А во-вторых, вспомните, например, опыт со льдом, где мы пытались его фигачить напряжением 50 тысяч вольт. В отличие от обычного состояния воды, замёрзшая очень плохо поддаётся воздействию электрического тока и почти не пропускает его через себя. Такие вот итоги, ребята. Кто был в курсе, тот красавчик. Ладно, знание не может. На снегу сразу начал паять, растекаться. Всё-таки высокая температура, все дела. Если посмотреть сбоку, то можно увидеть кучу искр. Вот это там дискотека, все зажигают. Хм, раз уж материал так поддаётся температуре, нужно этим воспользоваться. Сейчас мы увековечим имя канала на этом геле. Во, отличная фирменная татуха Live Today. Гель со временем, кстати, снова затвердел и мы спокойно убрали его остатки со стола. Погнали дальше. Эх, что только не делали на ютубе с этой зелёной какахой лизуном. Но нашей оригинальности предела нет. Сейчас ответим на вопрос, что будет, если его засунуть в розетку. Надеюсь, ощущение здравого смысла ни у кого не пошатнулось. Это так всё, сортирный юмор. Погнали проверять. Вываливаем его на розетку и ждём чуда. Поначалу ничего не происходит, но это нормально, ведь лизуну нужно время, чтобы пробраться внутрь. Опа, а вот и контакт. Сразу начинается кипение и бульканье. На камеру слабовато видно, но иногда даже искры проскакивают. Это, конечно, весело, но подобная фигня может привести к пожару, чего бы мы не очень хотели. Ну что ж, придётся разбирать розетку, чтобы избавиться от остатков лизуна, иначе никак. Как говорится, любишь кататься, люби и розетки ремонтировать. Ууу, а внутри тут прям итальянская паста получилась. Правда, выглядит не очень аппетитно. Очистительные работы провели, можно и обратно собирать. Переходим к следующему гостю. Все привыкли подключать наушники к телефону, компу, но мы решили это исправить и подключить их к электрической сети, ещё и 220 вольт. Уши, кстати, стерео. Сначала соединяем один канал с крокодилами. Вот это мощный бас сейчас был. После такого удара наушник не выдержал и сгорел. Послушаем, как звучит результат нашей работы. Да, всё правильно. Только один динамик работает, на второй глухо. Настало время второго уха. Скромная искра и маленький бах, наверняка угробили и этот канал. Вывод очень необычный. Наушники в розетку лучше не совать. Да и в принципе с такими вещами лучше не играться. А вот зато кнопками под видео поиграться можно. Жмякайте на кнопку подписаться и большой палец вверх, если понравился видосик. А ещё делитесь этим роликом со своими друганами. А пока, пока-пока.